Здравствуйте, дорогие друзья! Приветствия и почтения! Предлагаю вашему вниманию очень интересную тему Внешний негатив гасит внутренний свет Автор Магда Родные мои, недавно я по-новому увидела и почувствовала, как влияет на нас внешний негатив, как занижает наши вибрации и выбивает из равновесия. Из света и любви. Находясь в полной внутренней гармонии, в радости и любви, в огромном и возвышенном вдохновении, из каждого из нас изливается чудесный божественный свет. Это выглядит так, что мы находимся в сияющем ореоле, размер которого зависит от мощности нашего свечения, вибрационного уровня. Кто-то сияет еще не так сильно, но уже сияет. И это огромное благо и великое достижение. А кто-то уже как яркий факел света и может осветить не только себя, но и других. Когда вы встречаете в своей жизни негатив, например, кто-то рядом с вами начинает ругаться, кричать, раздражаться, это может повлиять на ваш свет, выбить вас из колеи и понизить ваши вибрации. Многие могут вспомнить, как услышав где-то мат, ссоры и критику, раздраженные возгласы, начинают чувствовать себя плохо. Тонким зрением видно, как негатив начинает проникать в ваш свет, в ваше сияние, и оно начинает тускнеть. Созданный вами шар света, который окутывает все ваши тела, все ваши мысли и эмоции начинают сжиматься. Вы как будто закрываетесь от негатива, пытаетесь убежать от него. И это выглядит так, как будто вы закрываете свои двери, свое открытое сердце и уходите в себя. Перестаете светить и становитесь обычным, плотным и материальным человеком. Внутри вас пробуждается эго, которое начинает защищаться, судить и критиковать, обвинять и даже ругаться, бороться с внешним негативом и низковибрационными людьми, обижаться и не принимать других. В этот момент вы перестаете быть богочеловеком, перестаете сиять, перестаете светить, перестаете все принимать и всех любить. Вы возвращаетесь в мир низких вибраций. А что необходимо сделать, чтобы не возвращаться в этот мир низких вибраций? Необходимо не закрываться от тьмы, от негатива, не убегать от него, не сжиматься, не прятаться, а принять его таким, какой он есть. Без осуждения, без критики и при этом не становясь им, не вовлекаясь в него, а наоборот, светить, сиять еще ярче, повысив свои вибрации, еще шире открыть свое сердце и полюбить все и всех вокруг. Тогда ваш внутренний свет лишь возрастет, как факел, станет сиять еще ярче и чище. Вы перенесетесь в мир высоких вибраций и никакой негатив не будет трогать и задевать вас. Вы можете находиться физически рядом с низковибрационными людьми, но на самом деле быть совершенно в разных пространствах, в разных мирах и в разных энергиях. Вы будете спокойны и тихи, вы будете полны любви. Человек, извергающий негатив, обязательно почувствует ваше внутреннее высокое состояние. От этого он может захотеть отойти от вас подальше или вообще уйти, если еще не готов находиться в столь высоких вибрациях, а может успокоиться и измениться прямо на глазах, впитав в себя ваши чудесные энергии, почувствовав ваш свет, почувствовав вашу любовь, став вибрационно выше и совершив свой шажок вверх. Это даже может стать необходимым бесценным импульсом для его пробуждения. Вот так меняется мир, когда мы живем осознанно, когда чувствуем все вокруг, когда не вовлекаемся в негатив, а движемся в заданном сияющем курсе. Мы все творцы. Мы сами создаем и строим этот мир и нашу жизнь. Родные мои, живите в свете, живите в любви своего сердца и не теряйте этого сияния ни на миг. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова 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 Корректор А.Кулакова